Поэтому слушайте голоса пастыря, небесного пастыря, Иисуса Христа, умершего за овцы. Он настолько полюбил овец своих, что умер за овец своих и воскрес из мертвых. И никто, говорит, не заберет овец моих из руки моей. Я власть имею душу отдать, власть имею душу забрать, такую заповедь я получил этот самый его. Он сильнее всех, он никому не отдаст ни одну овечку, ни одного козленка, ни одного барашка. Он никому ничего не отдаст. Только вы слушайте, где голос пастыря, и бегите за ним, в этом ваша сила. Хочешь своей мышцой спастись, поломан будешь. Хочешь своей мудростью спастись, обманут будешь. Хочешь богатством спастись, связями, хитростями спастись, накажут тебя дурака. Накажут, растопчут и посмеются. Мудрость твоя, слышать голос небесного пастыря и идти за ним, а за другим не ходить. Вот и вся ваша мудрость, христиане. Слушайте голоса Иисуса Христа и идите туда, куда он вас ведет. Он назло вас не поведет. Он поведет вас на пажите живоносные. Войдете и выйдете и пажить обрящите, как он сам сказал. Через пробитые ребра его, как в двери, зайдете и на широкий рай зайдете. Пищный рай, там где будет, отбежит болезнь, печаль и воздыхание. Христос любит нас. Христос хочет, чтобы мы жили вечно. Христос хочет, чтобы мы не грешили. Христос хочет, чтобы мы оплакали все свои беззакония. Чтобы все наши грехи поднялись с дна нашего сердца и стали перед нашим лицом, как гранитная стена. Чтобы мы посмотрели на этот ужас весь. И чтобы мы затрепетали. Боже, неужели это я все сделал за всю свою жизнь? Это что, все мое? Это мое! Да, это твое. И чтобы мы зарыдали и заплакали о грехах своих. И чтобы мы не думали больше грешить, дурака валять и наслаждаться этой жизнью. Эта жизнь не для наслаждения. Эта жизнь для того, чтобы выбрать прямой путь в Царство Божие и идти по нему. Жизнь и смерть предложил всем Господь. Выбери жизнь, человек, и живи. С Богом живи. Поэтому я вам назвал сегодня три локации, куда можно пойти. Толмачевский перерыв, творца, где лежит мощь самого известного московского батюшки Алексея Мичева. Смотрите, как много всего. И никто ничего не знает. Только одна бабка знает, другая бабка знает, один молодой человек знает. Все. Остальные не знают ничего. Это что, не ваша страна? Это что, не ваши святыни? Это что, не русская слава? А кто же вы тогда такие? И за что мы воюем? Если вы не знаете, ничего и знать не хотите. Пока не поздно, станьте русскими людьми. Пока не поздно. Прекращайте быть космополитами, гражданами мира и так далее и тому подобное. Содом и Гомора вас съест. Захотите быть гражданами всей вселенной? Пожрет вас с костями вместе.